Итак, нам потребуется воспользоваться двумя возможностями по оптимизации приложения первого типа. Мы будем использовать хранилище для сохранения промежуточных результатов и батч-вызовы для пакетного выполнения запросов. Начнем с REST API для работы с хранилищами. Хранилище представляет собой информационный блок, который хранится в облаке Bitrix24 и доступен только из того приложения, которое это хранилище и создало. Приложение также может задать различные права пользователям на данное хранилище. Подробное описание методов вы можете получить в документации к REST API, а мы остановимся на логике использования хранилищ в нашем примере. Фактически, сначала мы создадим нужное нам хранилище методом entity-add, затем сформируем у хранилища список нужных нам полей и свойств при помощи последовательных вызовов entity-eaten property-add, а затем, в процессе работы нашего приложения, мы будем сохранять промежуточные данные рейтинга, добавляя записи в хранилище при помощи метода entity-eaten-add. Наконец, мы будем выводить данные рейтинга, считывая нужные нам записи хранилища при помощи метода entity-eaten-get. Нам потребуется два хранилища, структуру которых вы видите на слайде. Это позволит нам избавиться от лишних запросов суммирования сделок, поскольку нам будет достаточно запрашивать только сумму сделок каждого участника рейтинга за предыдущий день. Самые отчеты по рейтингам мы сможем строить на основании данных из хранилищ. Продолжение следует... Продолжение следует...